Академия Популярис. Просто о сложном. И назвали эти источники косвенными. Ссылка на эту передачу есть в описании видео. Сегодня мы продолжим разговор о происхождении Руси и рассмотрим письменные источники, относящиеся к IX веку и позже, которые уже имеют прямое отношение к интересующей нас Руси. И попробуем на основании их сделать предположение, откуда же пошла русская земля. И начнем мы с самого традиционного источника, который лег в основу всех современных учебников истории, а именно с повестью временных лет. Принято считать, что повесть ведет начало Руси с приглашения в 870 году славянскими племенами на княжение скандинавских варягов, называемых Русью, во главе с Рюриком. Давайте же обратимся напрямую к тексту повести и посмотрим, что она говорит нам о происхождении Руси. Начинается повесть пересказом библейского сюжета о происхождении народов, в котором упоминаются как варяги, так и Русь. Потомство и офета же – баряги, шведы, норманы, готы, Русь, англы, галы, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, генуэзцы и прочие. Из этого можно сделать вывод, что автор повести считал Русь народом, таким же, как шведы, норманы, галы, немцы и прочие. Значит, различные версии о том, что Русь – это название грибцов на дракарах, какая-то социальная группа, секты или что-то иное, несостоятельны. Русь – это такой народ. Варяги – тоже народ, но другой. Иначе зачем их помещать в один список? Для варягов в повести определенный регион их проживания, где-то на побережье Балтийского моря. И само это море названо их именем. Ляхи же и пруссы чуть сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги. Отсюда к востоку до пределов Сима. Сидят по тому же морю и к западу, до земли английской и воложской. Черное же море Нестор называет русским. А Днепр впадает устьем в Понтийское море. Это море слывет русским. Место проживания Руси здесь не указано, но можно предположить, что к Черному морю Русь имела какое-то отношение. Далее идет подробный рассказ об истории славян. Произошел и народ славянский от племени Иофета, так называемые норики, которые и есть славяне. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь земля венгерская и болгарская. И от этих славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими, где кто сел, на каком месте. То есть, согласно повести, славяне ведут свое происхождение от нориков, народа, населявшего римскую провинцию Норику, в Восточных Альпах в начале нашей эры. Руси-варяги в этом рассказе не упоминаются. А вот уже дальше идет сообщение о начале русской земли. В год 6360-й, индикта 15-го, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. 6360-й год в повести – это 860-й год от Рождества Христова. В этот год действительно состоялся набег Руси на Константинополь, что подтверждается целым рядом источников, и мы можем считать этот набег событием достоверным. Судя по всему, автор повести получил информацию об этом набеге из византийских хроник, и почему-то именно к этому событию решил привязать начало русской земли. Следующее сообщение относится к 867-му году и говорит о взымаемой со славян дань. Варяги из-за моря взымали дань с чуди и со славян, и с мери, и со всех кривичей, а хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей, брали по серебряной монете и по белке от дыма. Тут надо обратить внимание на то, что с северных и западных славянских племен дань взымали варяги, а с южных и восточных – хазары. А уже в 870-м годом датируется изгнание варяг и призвание Рюрика. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал рот народ, и была у них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали они себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, подобно тому, как другие называются Свеи, а иные норманы и англы, а еще иные готы. Вот так и эти прозывались. Сказали Руси, Чуть, Славяне, Кривичи и Весь, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли к славянам, и основали город Ладогу. И сел старший Рюрик в Ладоге, а другой Синеус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. От тех варягов прозвалась Русская земля. По этим сообщениям, получается, что Чуть, Славяне, Кривичи и Весь, которые были данниками варягов, в 870 году объединенными усилиями скинули варяжское иго. А после этого у них началась междоусобная война, прекратить которую без вмешательства верховного арбитра не предоставлялось возможным. И как к арбитру, они решили обратиться к только что изгнанным варягам, которые назывались Русью. Из этого текста уже следует, что Русь и варяги – это не два разных народа, а нечто иное. Русь – это название одного вида варягов. Есть еще варяги, называемые Свеи, Норманы, Англы и Готы. Это все разные виды варягов. Сам же термин варяги – какое-то обобщительное название для различных народов, один из которых – Русь. Этот народ Русь откликнулся на приглашение, и возглавляемый тремя братьями, в полном составе пришел в землю чуди, славян, кривичи и веси. Занял лидирующее положение в созданном многонациональном государстве и дал этому государству свое имя. Вот, в принципе, и вся информация по интересующему нас вопросу, которую мы можем получить из повести временных лет. Информация очень скудная и во многом противоречивая, из которой можно сделать вывод, что автор повести сам толком не знал, кто такие варяги и кто такие Русь. И всю информацию о них он взял из доступных ему византийских источников. Поэтому обратимся к ним напрямую и посмотрим, что они говорят о Руси. Набег Руси на Константинополь в 860 году действительно зафиксирован в византийских хрониках и, похоже, является самым ранним упоминанием в них о Руси. Видимо, поэтому от этой даты начал отсчет русской земли автор повести временных лет. Вот сообщение об этом набеге из Брюссельской хроники. Михаил, сын Феофила, правил со своей матерью Феодорой 4 года и один 10 лет и с Василием 1 год и 4 месяца. В его царствование 18 июня в 8-й индикт в лето 6368 на 5-м году его правления пришли росы на двухстах кораблях, которые, предстательством Всевышней Богородицы, были повержены христианами, полностью побеждены и уничтожены. А вот сообщение об этом набеге из хроники продолжателя Феофана. Потом набег росов. Это скифское племя необузданное и жестокое, которое опустошили рамейские земли. Сампонты в Ксинске предали огню и оцепили город. Михаил в то время воевался с маэлитами. Впрочем, насытившись гневом божьим, они вернулись домой. Судя по всему, этот набег произвел на византийцев очень сильные впечатления, так как его описание есть не только в хрониках, но и в других произведениях. Так Никита Пафоглонянин в житие патриарха Игнатия в сочинении начала X века сообщает, «В это время, запятнанный убийством более, чем кто-либо из скифов, народ, называемый Рос, по Ивксинскому понту, придя к Стенону и разорив все селения, все монастыри, теперь уже совершал набеги на находящиеся вблизи Византии острова, грабив все драгоценные сосуды и сокровища, а захватив людей, всех их убивал». Сохранились и записи непосредственного свидетеля набега, находившегося в то время в осажденном Константинополе, посла венецианского дожа Пьетра II Иоанна Дьякона. В своей венецианской хронике он пишет, «В это время народ норманов на 360 кораблях осмелился приблизиться к Константинополю. Но так как они никоим образом не могли нанести ущерб неприступному городу, они дерзко опустошили окрестности, перебив там большое количество народу, и так с триумфом возвратились домой». Согласно этим источникам, получается, что 18 июня 860 года русы внезапно на 200 или 360 кораблях подошли к Константинополю со стороны Черного моря. Они осадили город, попыток штурма не предпринимали, а занимались погромом окрестностей, в том числе и островов на Мраморном море. Разгромив окрестности, русы погрузились на корабли и с добычей удалились в неизвестном направлении. Ответом же на вопросы, кто были эти русы и где они жили, византийские источники нам не дают. И хотя набег 860 года является первым упоминанием в них о Руси, этот набег точно не был первым знакомством Византии с Русью. Об этом свидетельствует запись в так называемых Бертинских аналах, летописном в своде Сент-Бертинского монастыря. В этих аналах сообщается о посольстве византийского императора Феофила к императору Людовику Благочестивому 18 мая 839 года. С византийским посольством к Людовику были посланы некие люди, которым Феофил просил оказать содействие в возвращении на родину. Текст аналов гласит, С ними он прислал еще неких людей, утверждавших, что они, то есть народ их, называются Рос, и что правитель их, именуемый Хаканом, направил их к нему, как они уверяли, ради дружбы. В упомянутом послании Феофил просил, чтобы по милости императора и с его помощью они получили возможность через его империю безопасно вернуться, так как путь, которым они прибыли к нему в Константинополь, пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов, и он не желал, чтобы они возвращались этим путем, дабы не подвергались при случае какой-либо опасности. Помимо бертинских аналов, есть еще один западноевропейский источник середины IX века, который упоминает о русах. Это так называемый баварский географ, который представляет собой список народов и племен, населявших в первой половине IX века области восточнее Франкского королевства. В этом списке среди народов, которые не граничат с Франкской империей и находятся к востоку от нее, упоминаются руцы. Ближайшими соседями руцы являлись с одной стороны козири, а с другой некие форсдерен люди. Судя по нему, получается, что русы жили где-то между хазарами и каким-то неизвестным нам славянским народом, какие-то люди. Также, из данных баварского географа, совершенно точно известно, что Русь не относилась к жителям скандинавского полуострова, жители которого перечислялись в другом списке, как находившиеся к северу от границ империи Франков. Ну а теперь об общих выводах, которые можно сделать, ознакомившись со всеми вышеперечисленными источниками. Во-первых, Русь это название народа, о чем пишут абсолютно все и византийские, и франкские источники, и повесть временных лет. И в первой половине девятого века этот народ проживал где-то на юге Восточной Европы, рядом с хазарами и недалеко от Черного моря. Во-вторых, как минимум до восемьсот тридцать девятого года у Руси возникло свое государство, и глава этого государства носил характерный для степных народов титул Каган. В-третьих, как минимум с восемьсот тридцать девятого года им были установлены дипломатические отношения с Византией, и глава Руси через послов предлагал Византии дружбу. А на бег восемьсот шестидесятого года, от которого повесть временных лет ведет начало образования Руси, был первой масштабной акцией Руси против Византии, и совершен он был за десять лет до призвания варягов во главе с Рюриком. Информации у нас, честно говоря, немного. Но и этого достаточно, чтобы понять, что та Русь не имела никакого отношения к Скандинавии и появившимся спустя несколько десятилетий в Ладоге варягам. Об этих варягах и событиях, происходивших на севере, мы поговорим в одной из следующих передач. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить ее. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, делитесь им с друзьями, пишите свои вопросы в комментариях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok